На телеканале Север программа Актуальное интервью. С вами Алина Волчейская. Здравствуйте. И поговорим мы сегодня о КВН в Ненецком округе. У нас в гостях координатор Заполярной Лиги Анастасия Антонова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. И давайте, наверное, вспомним, как всё начиналось, как зарождался КВН в нашем регионе. Не знаю, как он зарождался, но я в КВН пришла в 2008 году. И вот тогда он просто была ассоциация команд КВН в Ненецком округе. Как называлась ваша команда тогда? Ну, первый состав назывался фастфуд. То есть я была где-то второго курса техникума, а ребята у меня были школьники. Ну и вот, может, какие-то сразу шутки вспомнятся первые, которые удавшиеся, неудавшиеся? Ну, в основном я не могу сказать, что тогда это было похоже на шутки, там, прочее. Больше такого шоу. Раньше КВН был. А вот сейчас, конечно, уже совершенно другой формат. Вот, но тоже играли, как и сейчас, пытались брать ненецким колоритом, своими какими-то географическими особенностями. Ну, я вот знаю, что как раз-таки на последней игре Заполярной Лиги, вернее, на первой, да, ваши шутки как раз были все про Адейский округ, наверное, у единственной команды. Как вот придумывали эти шутки? Ну, конечно, мы пытались брать темы, которые близки нашему наринмарскому зрителю. Вот. Поэтому мы брали то, что на данный момент актуально. Только, конечно, переводили уже на формат большого КВН. Ага. Ладно, давай тогда сейчас поговорим о вашей поездке в Сочи. Вот я знаю, что вы не раз выезжали, до этого вы ездили в Архангельск, да, насколько я знаю. И вот чем полезны эти поездки? Вот как-то, может, повышаете свой уровень или чему-то еще новому учитесь? И, наверное, расскажи немножко об этих поездках, с кем вы там познакомились, ну и вот. Значит, первый раз мы выехали в город Архангельск, правильно вы сказали. Вот. Выехали в город Архангельск и, на самом деле, поняли то, что мы занимались не КВНом все это время. Да, то, что КВН уже совершенно другой, совсем на другом уровне. Вот. Мы съездили, там с нами занимались кураторы, редактора Архангельской лиги КВН. Вот. Все было, конечно, очень жестко. Нам было очень сложно, так как мы были первыми ласточками. Вот. Но мы посмотрели, нас подбили под нужный формат, и, приехав сюда, мы, конечно, стали готовить наши игры уже похожими, так сказать. Ну вот именно, если говорить о формате. Вот. Потом мы съездили в город Анапу. Там мы участвовали, принимали участие в юниор-лиге КВН. Вот. Вот. Там уже, конечно, было проще, потому что мы уже до юниор-лиги, то есть это уже после Архангельска прошло, ну, где-то более полутора года. Вот. И нам было уже проще, ну, вот опять по формату и прочему. А, конечно же, самое масштабное, мне кажется, событие, которое повлияло на нашу теперь уже заполярную лигу КВН, вот, вот это то, что мы месяц назад съездили и приняли участие в международном фестивале в городе Сочи, Кевин-2015. А, давай тогда вот по этой поездке немножко подробнее. Как удалось туда поехать? Вы за свой счет ездили, либо вам кто-то помогал? Как вообще пришла такая идея ехать именно вот туда? Раньше занимались КВН, ну, таким, да, слабоватым, то есть это был просто как досуг. Конечно, захотелось уже заниматься на более профессиональном уровне. Сочи, Кевин, является стартовой площадкой для начинающих команд, для начинающих лиг, вот. И, конечно, мы захотели туда, у нас мечта это была уже очень давно, где-то в душе, вот. Ну и решили действовать, вот, обратились в собрание депутатов, получили ответ, вот. Потом записали видеообращение к Игорю Викторовичу Кошину. Ну и нам дали зеленый свет в нашем КВН-движении и отправили нас в Сочи, где мы успешно выступили. Ну и вот сейчас как раз мы посмотрим это видеообращение, которое записали ребята к нашему губернатору. Сейчас наш Сомелье Михаил определит, какой же из этих двух сортов виски наиболее изысканный. Я наливаю ему шотландский блю тейбл. Пожалуйста, Михаил, пробуйте. Михаил, нужно, нужно для конкурса. Слушай, было бы неплохо попасть на фестиваль КВН в Сочи. Слушай, а что делать-то? Как нам бы, блин, это замутить? Я знаю, что нам делать. Окей, Гугл, как нам попасть в Сочи на фестиваль КВН? Уважаемый Игорь Викторович, мы являемся представителями активной молодежи Ненецкого автономного округа. На сегодняшний день КВН принято считать национальным продуктом. В него играют тысячи людей, которые представляют свои регионы, ну а кто-то даже страны. И мы, сборная Ненецкого округа, хотим присоединиться к этому КВН-движению на более высоком и профессиональном уровне. Первым шагом в большой КВН является международный ежегодный фестиваль КВН в городе Сочи. В связи с этим просим оказать вас помощь и поддержку в осуществлении нашей мечты. Ну что, да, пойдем, пойдем, конечно, сейчас пойдем. Окей, Гугл, и что же нам ответит губернатор? Как пришла вообще идея записать видеообращение именно к нашему губернатору? У нас очень молодой губернатор, и мы видели, как тоже было какое-то к нему обращение там по этим, я не знаю, как оно точно называется, когда обливались ведрами холодной водой, что он очень охотно принял этот видеовызов. И вот нам захотелось тоже именно вот так креативно подойти к этому делу. Ну а дальше что было? Вот обращение вы записали, отправили и... Ну, конечно, потом у нас еще, помимо этого, у нас были газеты, еще обращение в газетах, да, интервью. Мы собрали круглый стол именно старичков, КВНщиков, вот, выявили проблемы, предложили пути решения этих проблем. Вот, ну и потом уже с нами связался советник губернатора Сергей Кулаков, и уже конкретно работал с нами по вопросу поездки в город Сочи. То есть, грубо говоря, они помогли вам с этой поездкой, да, оплатили билеты, или вы все за свой счет делали? Конечно, безусловно, без поддержки наших властей ничего бы не получилось. Вот, да, тут огромная просто благодарность им, на самом деле, очень оперативно сработали, то есть быстро очень ответили нам, и вот, собственно, сбылась наша мечта. А каким составом бы вы ездили в Сочи, и, ну, вот, немножко про саму поездку, эмоции, впечатления? Ну, в Сочи пришлось ехать, конечно, старым составом, потому что не было времени проводить отборочные игры для, как раз для поездки, да, чтобы выявлять более талантливых участников. Вот, поэтому потихонечку по крупицам собирали, кто постарше нас оставался, с опытом, естественно. Вот, и в режиме нон-стоп работали, готовились к нашей поездке. Я узнаю, что вы даже бурки собирали, ну, искали бурки, чтобы у вас эта фишка такая была, да, для команды? Ну, конечно, в первую очередь нам избалованного зрителя города Сочи нужно было чем-то удивить. Вот, поэтому брали все, что связано с ненинским колоритом, абсолютно. У нас был и шаман в Малице, и бурки мы брали, это обязательным атрибутом было нашей формы. Угу. А немножко тогда вот про эмоции, впечатления и, ну, саму поездку, что было интересного, с кем познакомились, какие там шутки были? Очень сильные команды, очень. На самом деле там делился фестиваль на несколько дней, на несколько этапов. Вот, мы выступали в самый первый день, так как мы команда новичков, и еще ни разу не принимали участие в официальных лигах амиковских. Вот. Было сложно. Сложно было даже по поводу, например, организации самого фестиваля, так как некоторые команды ездят тут уже не первый год, ни второй, ни третий. Вот. Им это все уже очень знакомо, и они очень быстренько с этим справляются. Нам, например, было сложновато. Там надо было выстоять очередь на регистрацию команд, вот, там, получить бейджи, сфотографироваться. То есть мы это все узнавали, и все как бы везде по чуть-чуть потихонечку. Вот. В плане организационных вопросов, конечно, было сложновато. Вот. Или там, например, когда стоишь, там, выходят дяди-охранники и говорят, сборная Нинецкого автономного округа, пошли. Куда идешь? Вообще не знаешь. Просто заходишь в такой темный коридорчик, и то есть заходишь, где сцена, как выходить, что, куда. Ну, то есть вот это, конечно, было очень сложновато, но мы справились. То есть с этим я считаю, что очень хорошо. Эмоций, конечно, было куча. Просто мы еще не успевали их как будто бы осознавать и получать. Конечно, больше у нас эмоций было, когда мы уже приехали сюда, когда мы уже расслабились. Вот. Потому что там некогда было расслабляться. Вообще пытался взять от фестиваля абсолютно все, пообщаться с командами. Вот. Пытались и пытались, и получилось пообщаться с командами из высшей лиги КВН. Очень понравилось то, что была атмосфера такая дружественная, что не было каких-то вот... Я думала, что все лица Первого канала, они такие очень зазнавшиеся и прочее. Нет, такого не было. Они все очень простые ребята. Также на фоне всех остальных принимали участие в отборочных фестивалях, да, потому что Сочи — это обязательно процедура для попадания на Первый канал. И неважно, ты один раз там был или там еще. Ну, Коля, уже заговорили о Первом канале. Вот какие планы-то дальше? Первый канал или куда-то еще там на Россию? Конечно. Самый главный у нас, мне кажется, ориентир — это, естественно, Первый канал. Как бы, конечно, это все будет не сразу. Это очень большая процедура попадания на Первый канал. Кажется, что, о, там, пришел красиво выступил, у тебя сразу на Первый канал взяли. Нет, это обязательно процедура, например, поучаствовать в официальных лигах. Да, там она даже поступенчатая. Есть региональная лига, межрегиональная, а потом идет центральная лига, и только потом уже там Первая лига или Первый канал. Премьер лига и Высшая лига. Вот. Мы сейчас, так как заняли повышенный рейтинг, команды, которые заняли повышенный рейтинг, они имеют право участвовать, выбирать абсолютно любую лигу. То есть не начиная с региональной, они могут начать прямо даже сразу с центральной лиги. Но мы выбрали межрегиональную лигу «Балтика» в городе Санкт-Петербурге, куда мы отправимся уже на следующей неделе. Каким составом Вы едете? Тем же составом, которым были в Сочи, или нет? На самом деле нет. А некоторые ребята у нас были заменены. По итогам фестиваля, который сейчас прошел, мы считаем, что это очень справедливо, потому что ребята старались, но, естественно, каждый за свое участие в сборной, за свое место в сборной должен бороться всегда. Не так, что он попал в сборную и расслабился, а он должен постоянно нарабатывать и пытаться закрепиться на своих позициях. А немножечко давай тогда еще расскажи мне, что такое повышенный рейтинг, и кто вообще был в жюри, кто соценивал вот в Сочи в поездке? Ну, Сочи — это как кастинг для КВНовских команд. То есть в жюри сидят, как правило, редакторы лиг официальных амиковских. И каждый редактор выбирает себе какие-то команды, да, какие ему больше пришлись по вкусу. Вот. Поэтому были команды, которые ничего не заняли, да, им оставалось только пойти к редакторам и проситься куда-то, да, в лиге, например, более новой или, там, может, послабже лиги. Вот. Есть команды, которые заняли просто рейтинг. Они имели право выбирать любую региональную или межрегиональную лигу. А мы взяли повышенный рейтинг, то есть мы вот могли сразу начать с центральной, но пока решили не прыгать выше головы, потому что команды, конечно, у них уже сформирован такой образ наглой КВНовской команды у большинства. Вот. То есть как бы нам нужно пока еще повариться в этом во всем, практики еще понабраться, и тогда все, мы можем пойти и в центральную, ну и, естественно, уже дальше больше. Ну вот сейчас у вас поездка будет 15 марта, насколько мне известно, да? А шутки вы те же самые везете, либо что-то новое придумываете? И вообще как вы эти шутки придумываете, собственно говоря? То есть это только креатив ребят, либо где-то, может, вы что-то где-то, ну, там, в интернете ищите. Как вообще вы просто не представляете, я ни разу не играла, поэтому для меня это темный лес. Ну, в интернете ищите, это сразу крест на КВНовской карьере. Да, это такое табу, что нет никогда вообще. Вот. Как только узнается, ну, просто команда снимается обычно, да, с фестивалей. На Балтийскую лигу в основном мы повезем сочинскую программу, да, потому что это тоже стартовый фестиваль будет, там будет отбор в их сезон. Вот. Поэтому мы пока решили, конечно, добавиться, добавиться материала, потому что в Сочи мы выступали форматом 3 минуты всего, так как новички. А здесь будет формат уже 4,5 минуты. Естественно, мы добавим материал, вот. Но в основном за основу мы возьмем сочинское выступление. А какую-нибудь шутку можешь сейчас рассказать вот из вашего сочинского выступления, которое поедет на Балтику? Шутку? Ну, их много было. Ну, какую-нибудь такую самую интересную? Ну, например, только ненецкие дети знают, что Медвежона Кумка из мультика не только милый, но и вкусный. Или, например, в отличие от всей страны, нам вообще пофиг на курс евро. Ну, сами подумайте. Как евро по... Сейчас, подожди. Как? Короче, проехали эту шутку, но я забыла ее. То есть, как бы, да, там еще у нас используется правило одного героя, то есть это шаман, да, надоедливый шаман нашего выступления, который постоянно появляется, на которого команда очень реагирует. Вот, у нас идет такой внутренний конфликт в команде сценический. Вот, и поэтому в основном самые такие болтовые шутки, они все ориентированы на шамана. Ну, наш ненецкий колорит, да? Хорошо. Еще такой вопрос. Давайте тогда перейдем к нашей заполярной лиге. Вот недавно состоялась первая игра. Что, на твой взгляд, как куратора удалось и что не удалось? Ну, на мой взгляд, конечно, это был колоссальный контраст от тех игр, которые были до этого, конечно. Потому что внимания больше к нашей лиге стало, ну, которого мы так долго добивались, которую мы, наконец, получили, да. То есть нам стали давать без проблем репетиционные точки, работу в самом зале, в большом зале КДЦ, да, больше. Часов. Вот, поэтому команд тоже хороший, я считаю, показатель. Потому что, ну, если смотреть последние игры, очень мало уже было команд. Вот. Ну, конечно, организационные вопросы. Ну, без них тоже никуда. Ну, как бы, да, без организационных каких-то проблем, маленьких таких, там, с микрофоном или еще. Но я считаю, что их было по минимуму, грязи на сцене почти не было, как мы называем это. Вот. Так что я считаю, что фестиваль состоялся и удался. А как готовили, кто готовил этот фестиваль? Вы своими силами, либо кто-то еще помогал? Этот фестиваль изначально готовим, конечно, ну, я как координатор, да, по командам. Вот. И также у нас существует регламент, по которому каждый участник, который ездил, принимал участие в городе Сочи, должен был набрать себе команду. Да, то есть, как бы, курировать ее и тем самым передавать тот опыт, который он получил в Сочи. Вот. Так что пока занимаемся мы, предположим, с ними. А потом за неделю приезжает тренерский штаб, который уже пожестче отсматривает весь материал. Ну, собственно, помогает и выпускает на сцену. А, тренерский штаб. Это вот ребята из Москвы, как раз таки, да, редактора, которые проверяли? Да, это два профессионала из города Москва. Ну, а они как помогли? Вот что-то, может, помогли советам или как? Конечно, они помогли во всем. То есть, тот фестиваль, который мы увидели, мы так же, как и вы, увидели его, в общем, сейчас впервые. Вот. То есть, свое видение, постановку саму, да, то есть, это начало, выход команд, это финальная песня, финальные слова. То есть, все-все-все, ну, в основном, да, как бы, конечно, привезли нам редакторы. Вот. А по командам, конечно, тоже, безусловно, помогали. Переводили их в нужный формат. Вот. Ну, помогали во всем. И в постановке, и в материале, и во всем, во всем. Ну, то есть, я не могу сказать о том, что редакторы нам все там писали. Нет, конечно, такого не было. У нас у редакторов жесткая тоже табу на это, да. То есть, они говорят, мы должны вас учить, а не вам давать. Вот. Поэтому, конечно, после первой редактуры все команды абсолютно ушли с пустыми листами. То есть, если мы готовили им один сценарий, показали, ну, там где-то, может быть, что-то они оставили, вот здесь доработать, здесь подработать, но в основном было вырезано все. То есть, команды после редактуры не отправились домой отдыхать, а отправились куда-то в каморочки, в уголочки, писать дальше, писать, писать и писать. То есть, например, у моей команды финальный такой сформированный сценарий появился только в среду, когда в четверг уже нужно было его показывать на сцене. Угу. Ну, и вот, по вашему мнению, кто тогда стал открытием этой лиги? Какая команда вот все-таки ярче всех выступила? Ну, открытие лиги стала командой Q2000. Ну, то есть, да, по номинациям. Угу. А эти ребята, они, их кто-то курировал или они вот сами? Их тоже курировали. Ну, то есть, как бы мы, в принципе, все делаем совместно. У нас нет такой прямо соперничества, борьбы между друг другом. Нет. Мы все работаем ради наринмарского зрителя, чтобы создать общее хорошее впечатление о КВН. А не так, что я только за свою команду. Нет. Нам нужно, чтобы все, нам нужно было, чтобы все команды выступили хорошо. Я думаю, что, думаю, что у нас это получилось. Вот. IQ2000 тоже курировали, проверяли. Но ребята молодцы. Они, причем, из всех команд были самые собранные. Да, то есть, редактора изначально были ими больше всех довольны. То есть, они уже на первой редактуре показали все на ногах, с учеткой, с музыкой. Поэтому я считаю, что это заслуженная номинация вот этой команде. Ну, вот я тоже была на этой игре за полярной лиги. И на самом деле была удивлена тем, как зал поддерживал свои команды. И то, что зал был полный. Ваше впечатление от этого? Насколько все-таки нужно развивать это направление в нашем регионе? И какие пожелания будут, может, кому-то, властям еще кому-то? Конечно, нужно развивать КВН. Потому что все равно это общий досуг молодежи. И, во-первых, КВН развивает человека как личность, подростка как личность. Вот если, например, я говорю, что у меня часто бывает со школами, с учителями, с педагогами споры такие небольшие. Потому что они говорят, что ну, вот и куда ваш КВН и прочее. Пусть они лучше потратят время на ЕГЭ, ну, как бы, на различные учебные дисциплины. Вот. Но я, например, с этим не согласна. Потому что, вот честно говоря, даже по себе, вот именно как личность у меня сформировал КВН. То есть это лидерские качества, это ораторские качества, это умение общения на публике. То есть там очень много самоорганизации, ответственность. То есть различные качества прививаются. Мы в этот раз, в общем, каждой команде были выданы тоже пригласительные билеты, которые распространяли чисто по своей группе поддержки. Да, если заметили, сзади были сектора, распределенные на каждую команду, которые болели за свою команду. Конечно, с этим нам еще работать и работать, да, до Первого канала, чтобы там прямо ярче, громче и прочее. Уже решили садиться и заводил туда, чтобы вот они как бы поднимали всю эту группу поддержки. Зал, конечно, нужно воспитывать. Потому что он был такой, ну, на мой взгляд, слегка тепленький. Потому что я видела другие залы, потому что я была в Архангельске, где человек, например, ну, не дай бог, забыл слова, его зал поддерживает хлопками, криками и прочим, да. Либо вообще, что, например, да, культура зрителя, КВНовского зрителя, он должен обязательно хлопать на отбивках, да, в местах предполагаемого смеха. То есть, а у нас такое ощущение, что либо боятся посмеяться громко, да, вот как-то, вот тут чуть-чуть замороженность зала, конечно, чувствуется. У нас зал в основном, да, на этом фестивале разморозился только, ну, к пятой команде, наверное. То есть, да, пока так тихонечко, как-то так скромненько. Вот, и видно, что зал-то смеется, что человек сидит, смеется, но он при этом не хлопает, и, ну, как бы, что не создается, может быть, где-то общего такого впечатления хорошего. А на самом деле КВНчику это очень важно, когда зал его поддерживает. Это очень приятно, и это очень дает такой бодрости и уверенности в команде. Сейчас вы съездите вот на Балтийскую лигу и вернетесь обратно на Ринмар. Когда следующий фестиваль будет в нашей заполярной лиге, и что планируется провести, готовить там? Ну, во-первых, помимо Балтийской лиги нас еще ждет еще одна лига. Юниор-лига опять в городе Анапа. Я повезу более младших участников КВН, потому что юниор-лига, она до 18 лет. То есть здесь мы более взрослым составом поедем в Лигу Балтика. А в юниор-лигу это с 24 марта по 31 марта мы будем принимать участие в юниор-лиге. Поэтому ребяток нужно еще туда готовить. Когда будет следующая игра за полярной лиги, это еще неизвестно, потому что график может плавать из-за наших выездов. Зависит от того, как мы выступим сейчас на Балтийской лиге. То есть если мы в Балтике выступим хорошо, ну, я думаю, что мы выступим хорошо. Я уверена, что мы хорошо выступим. Вот. В апреле у них тоже будет игра, по-моему, 1-8. Вот. Поэтому нужно будет от нее смотреть, когда мы сможем провести за полярную лигу. То есть график, на самом деле, очень плотный. Такого еще никогда не было, чтобы прямо у нас каждый месяц были игры. Раньше только три игры в сезоне было. А сейчас, конечно, каждый месяц я даже уже что-то устала чуть-чуть, как будто бы. Жюри говорили, что вот с тем количеством баллов, которые набрали каждую команду на этой заполярной лиге, на первой игре заполярной лиги, они идут во вторую игру, да? А есть ли возможность, например, другой команде, которая еще ни разу не участвовала, присоединиться к этим играм или нет? Возможность есть, но насчет возможности в победе уже будет сложновато, да? Потому что, да, баллы суммируются, и с этими баллами команда переходит на каждый этап. Вот. А потом уже в полуфинале будем смотреть, у кого наибольшее количество баллов, тот и попадает в финал. Поэтому, конечно, командам можно велкам. Мы всегда за новые команды, вот. Но не знаю, правда, вот по победе. А какими качествами должен обладать КВНщик, чтобы прийти в команду, чтобы выиграть, может, что-то добиться хотя бы? КВНщик должен... Вот я всегда говорю, что впереди всего это все-таки желание. Абсолютно. Вот у меня просто на глазах было уйма примеров, когда вроде бы человек приходит такой, три слова сказать не может, связать. Он ходит на каждую репетицию. Ему сначала дают вообще какие-то роли, там, не знаю, закадровые. Вот. Но он все ходит, ходит, ходит. Вот у него желание вот это должно быть. Стремление должно быть. Тогда все получится. Потому что когда я пришла на первый КВН, если я посмотрела это выступление, когда я первый раз вышла на сцену, на Ринмарского КВН, это... Ну, я не могу на это смотреть. То есть это голос не подставленный. Ну, то есть, ну, это вообще. Как бы и, конечно, потом постепенно, постепенно, тихонечко, и вот выросли, выросла. Вот. Поэтому я считаю, что для КВНщика это главное желание. Все-таки. Желание, время тоже немаловажно, потому что КВН отнимает очень много времени. Очень. То есть потому что мы же и сценаристы, мы же и постановщики, и все на свете. Мы и звукачи. Вот. Поэтому времени на это надо очень много. Спасибо, Настя, за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях была координатор Заполярной лиги Анастасия Антонова. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи на Севере.